Валерий Соловей Валерий Соловей Валерий Соловей Валерий Соловей Валерий Соловей Валерий Соловей Валерий Валерий Соловей Валерий 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 Я не стал возражать против этого решения, исходя из того, что в последствии оно будет дезавуировано. Я студент магистратуры, и следующей осенью по мою душу придет повестка в военкомат. Хотя я активно готовлюсь не попасть туда, куда не должен, но хочется оценить шанс. Придется ли вообще в октябре 25-го года молодым мужчинам идти куда-то? Или же срочная служба исчезнет, если не в результате победы демократии, то в результате демократической катастрофы и экономического кризиса? Я склонен полагать, что никуда вам в октябре следующего года идти не придется. И равным образом опрятаться тоже. Когда мирные переговоры придут к своему логическому завершению? Зеленскому нужно будет подписывать документы, и тут вопрос с кем? Если с двойкой, то все будут понимать, что документ нелегитимный. Не беспокойтесь вы об этом. Найдется человек, который будет легитимно представлять Российскую Федерацию. Вот об этом, о том, кто подпишет такой договор, вы можете совершенно не беспокоиться. Через СВО уже прошли и пройдут сотни тысяч, если не миллион, вместе с детьми, женами, вдовами, близкими, дальними родственниками, друзьями. Это уже несколько миллионов. Что делать потом со всем этим наследством? Как что? Работать? Будем работать с этим наследством. Будем их адаптировать к мирной жизни. Да, это будет непросто, но тем не менее это возможно. О программах адаптации мы уже думаем сейчас. В России во многих сферах на управляющие должности назначают чьих-то родственников или лояльных дураков. Согласен. Это такой отрицательный отбор. Вы и команда, к которой вы принадлежите, планируют решить проблему социальных лифтов, чтобы на такие должности брали компетентных или способных? Да, планируем решить. Именно по этим критериям. Компетентные и способные. Существуют различные критерии отбора, различные способы и методы отбора. И социальные лифты при нас заработают. Мы заинтересованы в том, чтобы отбирались самые достойные. Потому что отбор достойных – это не только условия улучшения управления, качественного улучшения управления страной. Но это и условия ускоренного развития страны и общества. Развитие в прогрессивном направлении, а не деградация. Потому что деградацию можно считать антиразвитием. Как вы считаете, привело ли 25-летнее правление Путина к озверению большинства русского народа или это дебилизация? Вы знаете, озверение, как вы его называете, это следствие того, что вы назвали дебилизацией. Я думаю, что здесь присутствует прямая причинно-следственная связь. Если у людей атрофированы понятия морали, если они разучились отличать добро от зла, эта цель пропаганды российской, она этим занималась на протяжении минимум двух десятилетий. Отучить людей логически мыслить, отучить их выстраивать причинно-следственные связи, дебилизировать их, то есть дебилизировать в конечном счете, естественно, у вас теряются всякие моральные критерии. У вас теряется главная способность развлечения добра и зла. Ну и следствием становится то, что вы назвали озверением. Можете ли вы подтвердить попытку военного переворота мятежа в ночь на 17 сентября? Нет, не могу подтвердить, ничего на сей счет не слышал и думаю, что ничего подобного даже близко не происходило. Ваша команда, придя к власти, ликвидирует ли московское ИГО? Это ситуация, когда в Москве с помощью сомнительных экономических механизмов подло и необоснованно оказывается много финансовых средств, они тратятся на всякую ерунду. Бордюринг, перекладка плитки и т.д. В регионах на насущное не хватает. Да, мы сторонники бюджетного федерализма. То есть большая часть средств, которые в регионах зарабатываются, должны в регионах и оставаться. Я думаю, что эта доля будет постепенно увеличиваться. Бюджетный федерализм – это первый шаг к полноценному федеративному устройству российской государственности. Со смерти Путина прошел без малого год. Однако независимые зарубежные СМИ об этом так и не сообщают. Хотя своих источников в Кремле у них должно быть предостаточно. С чего вы взяли, что у них предостаточно источников в Кремле? Неужели вы не понимаете, что все то, что сообщают зарубежные СМИ – это санкционированные сливы? Санкционированные. Какие у них источники? Вы, должно быть, шутите. Кроме того, такими источниками могли бы выступить и ваши соратники в действующей власти. Они выступают источниками. Почему те не сообщают? Это вопрос к западным СМИ, а не к нам. У меня есть, естественно, некоторые соображения, и они очень нелестны для зарубежных СМИ. Новый вирус, штамм коронавируса опасен или нет? Ну, опасен, как любой новый штамм. Но не так, чтобы уж трагически был опасен. Будет ли модернизация медицины в Российской Федерации? Конечно, будет. Ютуб будет жить в Российской Федерации? Да, будет жить, хотя пройдет и проходит сейчас через этап трудностей. Как вы думаете, что стало причиной того, что Стрелков обвинил покойного Путина в работе на американскую разведку? Он говорил, что Путин был завербован, когда работал в Германии. Стрелков говорил чушь. Абсолютную, законченную, стопроцентную чушь. Ну, я понимаю, почему он чушь произнес, потому что, судя по действиям покойного верховного главнокомандующего, трудно было избавиться от мысли, что, говоря языком 30-х годов прошлого века, он вредитель. Вот у меня был очень близкий знакомый, это человек, занимавший свое время незаметную, но очень важную позицию в советской власти, в коммунистической власти, в коммунистическом режиме. Вот он всегда находился за спиной вождя, всегда играл важную роль. Ну, и мы с ним познакомились уже после исхода, печального и плачевного исхода Советского Союза, и общались. Очень милый, интеллигентный человек, великолепно образованный. Либеральных взглядов вполне, ну, таких, знаете, по коммунистическим меркам либеральных. Он приглашал меня раз в 2-3 месяца с ним отобедать или отужинать. Мы встречались в центре Москвы, где он жил. Ну, и пока он мог еще выходить, мы обедали, ужинали. И он рассказывал мне, делился воспоминаниями, впечатлениями. И помню, во время одной из наших последних встреч, одной из наших последних совместных трапез, он так задумчиво сказал. Вы знаете, Валерочка, мне вот порой кажется, что слово «вредители» и «вредительство» как нельзя лучше характеризует то, что сейчас происходит с российской властью. Я имею в виду ее действия. Так что эта мысль переходила в голову не одному только Стрелкову. Но мой визави, в отличие от Стрелкова, прекрасно знал, что никто не вербовал Путина. Он никем не был завербован. В случае грандиозного шухера поступит ли от вас сигнал, что пора запасаться на две недели припасами и лекарствами? Когда этот момент может наступить и наступит ли вообще? Или все же обойдется малой кровью? Давайте начну с конца. Все может обойтись малой кровью и вообще без крови. Этот вариант реален. Но это не означает, что эксцессы исключены. Понимаете, дорогие друзья, мы находимся перед непредвиденным развитием обстоятельств. Непредвиденным. Возможны различные варианты. Да, мы знаем в конечном счете, куда приведет каждый из этих вариантов. Мы знаем, мы рассчитываем, мы ориентируемся на действия в самых непредвиденных условиях. Но вы же спрашиваете о том, что делать вам и к чему вам готовиться. То есть, возможно, все обойдется без эксцессов, а возможно будут сопровождаться перемены, я имею в виду, будут эксцессами. Лекарствами, если у вас есть жизненно важные показания, надо запастись сейчас, а не ожидать дефицита лекарств. В следующем году будут дефициты импортных лекарств. Равным образом это относится к вашим домашним питомцам. Если им нужна какая-то специфическая еда, и у вас есть денежки, попробуйте запастись сейчас. Что касается провизии там и всего прочего, то я говорил, ну, потребуется дней на 10, может быть на 2 недели от силы, и то не обязательно. Да, постараемся вас предупредить. Сейчас идут споры в юридическом сообществе по поводу повышения госпошлин в разы и, соответственно, отсутствия доступа к правосудию многих категорий граждан в связи с таким повышением. Ваша команда будет каким-то образом решать этот вопрос? Каково ваше мнение по поводу такого повышения? Ну, мнение у меня однозначно, я думаю, как и у всех здравомыслящих наблюдателей, это отсечение российского общества даже от такого плюгавенького и жалкого института правосудия, коим является российская юриспруденция, российские суды. Конечно же, эти пошлины должны быть возвращены к прежним значениям. Или почти к прежним значениям. Когда ваша команда придет к власти, планируете ли вы навести порядок в рабских условиях труда сотрудников сетевых магазинов, аптек и прочих профессий? Сейчас люди работают по 12-14 часов в день, часто без выходных, профсоюзов нет, защитить некому. Да, мы будем соблюдать трудовое законодательство. Мы заинтересованы в том, чтобы наши люди были здоровы. И за свой труд они получали, чтобы труд их находился в определенных рамках, и они получали справедливое вознаграждение, позволяющее им не выживать, а нормально и безбедно жить в России. У России достаточно денег. Достаточно денег. Просто эти деньги разворовываются в гомерических масштабах. Правда ли, что через несколько лет участникам ОСО будут говорить, что на Донбассах никто не посылал, и они разделят судьбу воинов-афганцев? Ну, видите ли, поскольку будет Россия переучреждена как республика, и в России будет новая власть, то новая власть не будет иметь отношения к действиям предшествующих. Да, она будет выполнять часть, я обращаю ваше внимание, часть социальных обязательств, особенно по отношению к покалеченным, изувеченным, но она действительно не несет ответственность за тех, и не будет нести за тех людей, которые приняли ошибочные и пагубные для себя решения. Сколько еще в худшем случае могут длиться военные действия? До года. До года. То есть, мирные консультации с высокой вероятностью, не наверняка, но с высокой вероятностью, прямые мирные консультации начнутся в этом году. Сперва мы выйдем на перемирие, а потом последует длительный и сложный процесс переговоров. Но очень вероятно, что в следующем году уже будет не только перемирие, но ближе к концу года мы заключим и мирный договор. Существуют ли какие-то эмпатические чувства к Украине у силы, которые вы представляете? Мы на стороне справедливости. Здесь это не вопрос эмпатии или антипатии, это вопрос справедливости. Как вы считаете, очень высокие заработки артистов, актеров и всех деятелей шоу-бизнеса оправданы? Почему существует такая большая дискриминация в оплате людей с разных профессий? Ну, понимаете, спрос рождает предложения. Мы же сами им платим. Мы покупаем билеты на их концерты. Мы покупаем их музыкальные произведения. Я не понимаю, в чем проблема. Уважаемый профессор, речь идет о смене лишь политической ситуации, но не как о смене политического строя. Нет, речь идет о смене политического строя. Просто сперва меняется ситуация. И в изменяющейся ситуации, то есть в новой динамике, через новую динамику меняется политический строй. Но вы должны отдавать себе отчет о том, что это не акт. Это не разовое событие. Смена строя – это процесс, который занимает время. Не бесконечно много времени. Это будет не бесконечно долгий процесс. Но какое-то время он, безусловно, займет. И начинается, понимаете, когда меняется политическая ситуация, одним из признаков изменения этой ситуации будет демократизация. Обратите ваше внимание, не демократия, а демократизация. То есть отмена всех тех идиотских, антигуманных, античеловеческих, античеловечных законов ограничений, которые вводились на протяжении лет. А уже потом, спустя относительно, я думаю, действительно небольшое время, мы начнем переходить к процессу демократии. То есть проведению учредительных выборов, референдума по новой конституции и так далее и тому подобное. Уважаемый профессор, как вы считаете, если побеждает одна из башен, они же привыкли грабить, будут продолжать на том же уровне насобирать? Нет. Нет, дорогие друзья. Те изменения, которые в России начнутся, вот в ближайшее время, они будут носить тектонический характер, кардинально изменятся ситуации, как я уже сказал, политики строй, и вести себя так, как вели себя прежде элиты, они уже не смогут. Даже если бы захотели. Как вы относитесь к секте Хаббат? Сохранится ли ее влияние в нашей стране будущего? Секта Хаббат никак, никоим образом на российскую политику и тем более на будущую российскую политику не влияет. Это у вас какие-то очень странные, абсолютно фантасмагорические, если не выразиться, сильнее представления. А секте Хаббат, ее влияние на российскую и мировую политику. Не читайте те странные книги, если не выразиться сильнее определение, из которых вы, тексты, даже не книги, из которых вы черпаете подобную умошибающую информацию. Ваше отношение к институту депутатской неприкосновенности. Я считаю, что парламентарии должны быть защищены. Другое дело, что если предъявлены серьезные доказательства, убедительность совершения ими преступлений, то депутатская неприкосновенность должна быть снята. Что вы думаете о необходимости реформы системы ФСИН? А что тут думать? Понятно, что эта реформа необходима, глубокая и кардинальная, как необходима реформа практически всех сфер российской жизни. Так, это были ответы на те вопросы, которые набрали наибольшее количество лайков. Сейчас мы переходим к ответам на вопросы, которые не набрали большого количества лайков, или вообще лайков не набрали. Вот вопрос. Сейчас понятно, какое отношение вызываем у украинцев. Из вашего знания истории, как долго будем вызывать ненависть, и можно ли как-то минимизировать эти эмоции? Это имеется в виду эмоции, которые Россия, россияне будут вызывать украинцев. Как долго мы будем вызывать у них ненависть? Извините, что я улыбаюсь. Конечно, здесь так и тянет ответить всегда, но это было бы неправдой. История показывает, что на самом деле даже самые сильные эмоции утихают, и на смену им приходят другие. Да, будет сохраняться предубеждение украинцев по отношению к россиянам. Очень сильное предубеждение, поскольку нынешние военные действия, я думаю, что они станут ключевым пунктом в украинских учебниках истории и в украинской бытовой и политической социализации подрастающих поколений. Ну, видите ли, вода щелочку находит. Прагматические интересы изменят моду соотношений, практических отношений между Россией и Украиной. То есть, россияне и украинцы будут сотрудничать, будут иметь дело, будут делать совместный бизнес, что не означает, что украинцы будут относиться с любовью, с симпатией и с какими-то позитивными эмоциями по отношению к россиянам. Но, понимаете, надо разделить две стороны. Отношения и прагматические интересы. Вот эмоции это одно, а обоюдные интересы это другое. И обоюдные интересы будут постепенно менять эмоциональные отношения. Но на то, чтобы это отношение изменилось, в конечном счете, я думаю, потребуется десятки лет. Что означает, на ваш взгляд, введение авиаперевозчиками запретительных цен на порядок вышеобычных на билеты, начиная с 1 апреля 2025 года? В этом нет никакого потаенного смысла. Они просто ожидают высокой инфляции и закладывают ее в стоимость авиабилетов. Все понятно. Валерий Дмитриевич, в каком клане Бастрыкин? Бастрыкин находится, я бы сказал, в равном, или стремится быть в равноудаленном положении между коалицией Чемизова и коалицией Патрушева. Сейчас его положение выглядит довольно хорошо. Ему даны гарантии сохранения его во главе следкома со стороны обеих фракций. Ну, в сущности, по своей корпоративной принадлежности, он, конечно, ближе к силовикам. Поправки ВУК РФ по вопросу арестов за оскорбление власти реальны? Ну, пока это законопроект, который проходит экспертное обсуждение. Посмотрим. Ну, я бы от ничего, от ничего дурного в России не зарекался. Ни одной дурной инициативы, которая исходит со стороны власти. Что вы можете сказать о случившемся на космодроме Плесецк? Ничего не могу сказать. Ищите в других источниках. Я не считаю, что случилось что-то архиважное, сенсационное и душепереворачивающее. Ну, ракета Сармат не очень хорошая ракета. Из всех ее запусков только один оказался удавшимся. Вот весь ответ. Пожалуйста, приоткроете хотя бы немного завесу тайны над Грефом. Сегодня, ну, имеется в виду 25 сентября, генерал СВР, телеграм-канал генерал СВР, писал, что Путин встречался, так называемый Путин с Грефом, а Греф бросил свое изрубленное извращение, перебежал навстречу. Об извращении Грефа уже ходит легенда. Что это такое? Когда придет пора судебного процесса, вы узнаете. Ну, честно вам скажу, лучше бы вам не знать. Лучше бы вам об этом не знать. Но, к сожалению, придется. И развидеть тогда это не удастся. И не только в отношении Грефа. Когда разблокируют Ютьюб певца-шамана. По мне хоть никогда. Ну, вы задайте вопрос с Ютьюб. Вот, что вы меня-то спрашиваете? Я за Ютьюб ответственности не несу. Когда отменят кучу программ, которые вели за последние два года в сельском хозяйстве. В ГИС Зерно, в ГИС Сатурн, в Эфис СГН. Скоро отменят. Когда власть начнет меняться, и вот эти административные обременения в виде так называемых программ тоже будут отменены. Да, как вы правильно пишете, пытаются контролировать каждый килограмм зерна. Вы говорите, что новая власть будет работать на благо страны и граждан. При этом она будет поступать с любым приглянувшимся бизнесом так же, как с Вайлдберрис. Нет, не будет. Работать на благо страны и граждан это означает находиться в рамках закона. Закон будет един для всех. Вне зависимости от должности. Более того, без такого закона Россию изменить к лучшему не удастся. Почему вы так уверены в возможности заморозки вкладов? Потому что я знаю, что это готово. Это мероприятие готово. Да, оно несет риски. Но оно с точки зрения монетарных властей и политических тоже уже неизбежно. Поэтому вопрос скорее уже только в сроках. А не в том, возможно оно или нет. Это мероприятие. Не могли бы вы прояснить, как вяжется ваша информация о том, что прогрессивно-прагматичная группировка берет вверх, планирует мир и сотрудничество с Западом, но при этом сейчас на стадии обсуждения или принятия абсолютно мракобесной законы про пропаганду child-free, запрет теории Дарьвина и т.д. Неужели Чемизов и Ко тоже сторонники такой дичи? Нет, конечно, они не сторонники такой дичи. Но вы понимаете, что группировок две, и они поддерживают баланс. Если вы выигрываете в одном, то вы должны дать другой группировке какое-то удовлетворение. Вам кажется, что это плохая игра, но это единственная возможная сейчас в Российской Федерации игра. Пока ни одна из группировок не обладает полнотой власти. Канал ВЧК УГПУ непрерывно пишет о фактах должностных преступлений и астрономической коррупции. Это не считая всякой мелочи. Получается, все это будет известно будущим поколениям. В общем, поколениям будет, по-моему, на это наплевать, у них будут другие задачи, другая повестка. Как вы себе представляете силы, необходимые новой России для расследования воздаяния за эти преступления? Как возвращать государству награбленные деньги? Будут созданы специальные механизмы и органы, позволяющие это сделать. Будет создано управление или департамент по восстановлению конституционных прав граждан. Я об этом много раз говорил. Да, механизмы мы знаем, какие надо создать. Не все, но значительную часть вывезенного из России вернуть удастся. 23 августа рекомендуемый вами телеграм-канал по сути сообщил, что в Азербайджане был совершенно другой человек, чем тот, кто несколько дней назад проводил седание совбеза. Это ли не доказательство того, что Путин жив? Ведь двух говорящих двойников не существует. А говорить приходилось и там, и там. Нет, это не доказательство. Вы вообще-то обратили внимание, каково содержание телеграм-канала по сути. Это агрегатор западных публикаций. Телеграм-канал по сути не несет ответственности за содержание того, что пишут западные СМИ. В мае-июне вы говорили о смене министра МВД и чистке в министерстве. Впоследствии, как минимум, еще один раз говорили об этих планах. Что случилось? Ничего не случилось. Планы остаются в силе и они будут реализованы. Просто нельзя сразу реализовать и чистку в Минобороны и Генштабе, и чистку в МВД. Ну же обычная логика подсказывает. Все остается в силе и будет реализовано. Вы это увидите. Блумберг нашел проект российского бюджета на 25-й год. Вопреки прежним планам правительства военные расходы не снижаются, растут еще на четверть. Проект бюджета на 25-й год устанавливает военные расходы на 6-й год. Они больше, чем на 24-м году. Такой проект бюджета не похож на мирный план. А почему проект бюджета должен быть похож на мирный план? Это разные документы. Хочешь мира, готовься к войне. Те, кто проектирует план, бюджет точнее, они исходят из наихудших предположений. Но мы надеемся на то, что будет реализован наилучший вариант. И в этом смысле бюджет будет сверстан заново. Что за проблема-то? Да, это организационно-технические вопросы будут очень серьезные, но тем не менее план бюджетный изменить в пользу резкого увеличения, резкого сокращения военных расходов, согласитесь, вещь приятная. Что вы думаете о услугах и прочих российских сервисах? Насколько безопасно им пользоваться? Или это тоже часть системы контроля? Да, это часть системы контроля, но что вас беспокоит контроль? Вы вражеский агент, вы парочки, диссидент. Понимаете, в Новой России надо пользоваться этими сервисами и будут ими совершенно безопасно пользоваться. Это очень хорошие технически прогрессивные сервисы. И Россия в этом смысле один из мировых флагманов. Совершенно замечательно, что у нас есть такие сервисы. Что собой представляет план мира Зеленского и насколько он реален? Ну, а содержание вы прочитаете в изложении западных СМИ, в частности, в телеграм-канале Генера как раз по сути вы сможете найти изложение, вот, которое упоминалось плана Зеленского со ссылкой на западные СМИ. По-моему, этот план нереалистичен. Не только по моему мнению, но и по мнению главной западных правительств. Знаете, главное достоинство плана, это вопреки знаменитому мультфильму, не в том, что он есть. Главное достоинство плана в том, чтобы он был реалистичен. Так вот, план Зеленского есть, но он нереалистичен. Поэтому я изначально говорил, что будет один план для широкой публики и будут реальные действия, а не есть, которые от этого плана очень серьезно отличаются. Что вы знаете про ЧВК Паладин? Что известно? Ничего не знаю. Раз ничего не знает, то значит, с политической точки зрения это пустота. Вы говорили о блокировке депозитов, но Киеви Банк также закрыли и деньги никому вернули, ни вкладчикам, ни владельцам кошельков. Я не знаю, почему вам не вернули. Вот у меня двое знакомых, у которых были кошельки на Киеви Банке, в Киеве Банке, им полностью все вернули, полностью компенсировали. Вы заявление писали, вы бы выяснили, в чем дело-то. Полностью компенсировали моим знакомым. Они специально мне об этом рассказали. Я думаю, что и Патрушевы, и Чемизов, и остальные тоже подписаны на вас. Насчет подписанной я не знаю, очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь, что они читают телеграм-каналы и смотрят ютюб. Вот покойник Путин, он смотрел несколько раз мои видео, было такое. Причем даже один раз в прямом эфире, когда онлайн-передача была, это было очень интересно. Вот они слышали о вашей команде, неужели они не поняли, кто это, и не смогли расправиться? Или они не особо боятся за власть? Вы знаете, здесь я к месту вспомню знаменитую фразу одного из советских генпрокуроров, главное в процессе следствия не выйти на самих себя. Угнам достаточно, я думаю, этой фразы, а дуракам все равно не объяснишь. Согласны ли вы профессор с очень популярным и логически выверенным утверждением Дмитрия Халезова, автора теории подрыва башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года ядерными зарядами? Извините, дорогие друзья, у меня на гаджете был технический сбой, поэтому я повторю предыдущий вопрос, я прервался на середине, и отвечу на него. Согласны ли вы, профессор, с очень популярным и логически выверенным утверждением Дмитрия Халезова, автором теории подрыва башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года ядерными зарядами по 150 килотонн, что конфликт между Россией имеющий цель утилизацию населения России и Украины, то есть славян. Нет, категорически не согласен ни с первым утверждением, касающимся подрыва башен Всемирного торгового центра, ни со вторым. И вам советую поменьше обращаться к таким диким, абсолютно диким конспирологическим источникам, которые находятся в антагонизме, в антагонизме с реальностью. Как вы относитесь к криптовалюте? Будет ли она законно при будущей власти? Отношусь с пониманием, да, она будет законно при будущей власти. Думаю, что она наносит вред экономике и правильно все-таки укрепить национальную валюту, а крипта должна регулироваться законом. Да, она должна регулироваться законом. Вопрос в том, как этот закон выполнять. Понимаете, вот если некоторые законы заведомо невыполнимы, не стоит их принимать. Или регуляторные правила должны быть легко-легко выполнимыми. Ваш прогноз развития дальнейших событий в случае победы на выборах Трампа? Нет у меня прогноза. Пусть он победит, а тогда будем строить с вами прогнозы. Что произойдет раньше? Полная смена власти в России или подписание мирного договора между Украиной и Россией? Это процессы, которые будут идти во взаимосвязи. Вы часто говорите про экономический кризис, что вклады хотят заморозить, значит их отберут. Нет, формально их не отберут, просто фактически вы потеряете возможность пользоваться собственными деньгами. А как известно из римского права, владение это на 99% распоряжение. То есть если вы не можете распоряжаться, то трудно сказать, что вы владеете собственными деньгами. Нет, их вам потом вернут, ну когда-нибудь. Так вам власть пообещает. Вы говорите, что нужно забирать вклады из банков. Этого я не говорю. Я вам просто рассказываю о том, что готовится, и предлагаю вам подумать собственным умом, как вам поступить. А что делать с акциями, в том числе таких компаний, как Лукоил, Новотек, очень не хочется их продавать. Не хочется, не продавайте. Ну вам надо обладать очень сильно устойчивой психикой, чтобы пережить резкое падение этих акций. Резкое падение. Понятно? Так что вы предлагаете? Последние три года только ждите, скоро все будет, на улице не выходите, терпите, а мы скоро перехватим. Вот только одни слова, действий ноль. А что вы знаете о наших действиях? Если бы не наши действия, вам бы жилось сейчас не в пример хуже, уважаемые, уже была бы проведена мобилизация, ютюб бы уже давно был отключен, и вам негде было писать свои филипики, направленные против меня в частности. Но давайте мы этот вопрос обернем иначе. Говорите, пожалуйста, а почему вы не выходите на улицу? Почему вы бездействуете? в своем бездействии нас? Мы вам мешаем действовать? Да неужели? Неужели мы главное препятствие на вашем пути, а не ваша леность, трусость и собственная глупость? Наберитесь не только терпения, главное ума, ума или хотя бы реализма в оценке ситуации. Дорогие друзья, я думаю, что на этой животрепещущей ноте мы закончим ответы на вопросы. Я ответил на большую часть совершенно точно, потому что очень много вопросов повторяющихся. Спасибо вам большое за внимание, за вашу обратную связь. В ноябре, видимо, все-таки не в конце октября, а в первой декаде ноября, ну или совсем рядом с первой декадой ноября, я буду выступать с очередной онлайн-встречей, где вы узнаете, ну, впрочем, уже увидите, что происходит, но вы узнаете о скрытой подоплеке происходящих событий и готовящихся событий. Ссылку я пока не помещаю, рановато еще для размещения ссылок на онлайн-встречу. Пожалуйста, дорогие друзья, берегите себя. Это очень важно в преддверии тех событий, которые в скором времени начнут в России происходить. И я рад, что вы, в общем, ощущаете, что эти события произойдут. Да, это тревожит, это не может не тревожить, это заметно по вашим вопросам, но тот, кто предупрежден, тот вооружен. Я вас предупреждаю, а вы пытаетесь по мере сил подготовиться к этим событиям. Я буду с вами, не беспокойтесь, до нашей победы и дальше, и дольше. Мы рассчитываем на вашу помощь, вашу поддержку, ваше участие. Не только в грядущих событиях, но и в подготовке этих событий, в том числе на вашу финансовую поддержку. Оказать ее нам очень просто. Вы заходите в описание к этому ролику, в первый закрепленный коммент, видите банковские реквизиты, видите телефон, систему быстрых платежей. Любой метод приемлем, если он приемлем для вас и абсолютно безопасен. Естественно, помощь только в тех размерах, которые вы можете себе позволить. Не можете помочь, хотя бы подпишитесь на рекомендуемые телеграм-ресурсы и, естественно, на телеграм-канал и ютуб-канал Генерал СВР. Непременно подпишитесь. Это стоит того и это окажется в свое время, не столь отдаленное время, весьма и весьма важным. Дорогие друзья, и главное, главное, как обычно, напоследок, я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и нисколько не сомневались, как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.